Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. На участке от Москвы до Орла есть некоторые станции с интересным оформлением, с какими-то выставочными композициями и прочими плюшками. Уже давно я хотел совершить небольшой вояж по этим станциям, и сегодня наконец-то дошли руки и до него. Я предлагаю вам присоединиться ко мне и посмотреть, что интересного мы можем найти на участке от Москвы до Орла. А начнем мы со станции Черн. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яндекс.Навигатор утверждает, что здесь есть музей, но музея как такового найти не удалось. Однако председателю госплана Вознесенскому здесь поставили бюст. Также на красивом станционном здании, выполненном в стиле сталинский ампир, можно найти интересные таблички о том, 12 мая 42-го года на станции Чернь приняли первый бой воины-железодорожники 31-го особого дивизиона бронепоездов, а также здесь в разные годы бывали великие русские писатели Тургенев, Толстой, Тютчев и Фет. Тут у нас сидит дежурный по станции, не будем тревожить. К слову о дежурных по станции. Одна из табличек посвящена и одному из них, Колотилов Владимир Афиногенович. Дежурный по станции Чернь погиб на боевом посту при налете вражеской авиации 16 мая 42-го года. От Москвы до Орла военным временам посвящены многие экспозиции. И вот на станции Чернь расположен бронепоезд. Можно видеть красивые клумбы на центральной островной платформе. Все очень аккуратно, все опрятно. А вот пока гулял по платформе, нашел путейский ультразвуковой дефектоскоп. Они катят эту тележку по рельсам и слушают о показаниях вот через эти наушники. Есть планшетик, в котором отмечают на каком километре пикете какой рельс имеет то или иное отклонение. Эта штука может многое, в частности внутренние микротрещины распознавать. И рельс могут поменять еще до того, как он станет дефектным или произойдет беда. Когда я работал машинистом на Ласточке, я очень часто проезжал эту станцию. И мое внимание всегда привлекал вот этот бронепоезд. Давайте его посмотрим. А встречают нас два камня. Вечная слава павшим героям. И про бронепоезд. В честь 65-летия Великой Победы. Экипажем бронепоездов. Пулемет. Тезка Максим. Да, листы. Да, закрыто. Угу, магистраль объединена. Автосцепки есть. Интересно, что они тут обшивали. Обычно под такие бронепоезда, что только не делают. Ну да, паровоз какой-то. Понятно, правда, какой. Может, получится. Не получится. Все заварено, все заклепано. Ну вот с чего он у нас начинается. Обычная двухосная платформа. Следом за ней идет уже бронированный вагон. Он торчит. Тяжелая пушка. Бойницы. Можно вести огонь во все стороны. Затем идет паровоз. Вон, кстати, тут сколько. Якобы пулемет торчит. Не будем придираться к качеству исполнения. Как бы смысла в этом нет. Вот тут морда паровоза, естественно, со звездой. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Да, похоже, серия Э. У тендера не видно, какие колесные пары. Но если по логике, тогда были буксы скольжения. И вот для их обслуживания вот эти лючки. И получаем четырехосный тендер, что в принципе соответствует. Бронепоезда, сражавшиеся на Тульской земле в 1941-1943 годах, были построены на железных дорогах. Еще один броневагон. С пушками наверху. Мемориал воздвигнут на средства компании Российской железной дороги, Московской железной дороги, филиала ОАО РЖД, тульских железнодорожников, предприятий Тульской области. В мае 2010 года. Вот так, это уже 11 лет. Мемориалу. Какой вагон. Он мощный. Он, пушка торчит. А вон там видны направляющие для ракет. Катюша. А вот и две открытые платформы. С пушками. И туда можно залезть. Ну, пойдемте. Круто. Вот сюда можно присесть и заниматься наводкой орудия. Правда, не получится. Полезли, посмотрим, что здесь. Ага. Вот такая вот бутафория. Ну ладно, со стороны все равно прикольно смотрится. Красивый вокзал. Очень аккуратно, очень красиво. А с стороны города территория тоже благоустроена. Стоят лавочки, организована клумба с камнями. И посажены офигительные ивы. Вы посмотрите. Просто супер. Да, еще интересный факт. Станция Чернь расположена не в городе Чернь, а в соседнем селе Медведка. Ну ладно, поехали дальше. Следующая станция, которую мы посетим, это станция Скуратова. Примечательна она всего лишь одним паровозом, но и красивым зданием, на котором расположены интересные таблички. Про эту станцию у меня есть воспоминания еще из опыта работы машинистом. Дело в том, что при движении на Москву ласточки добавили графиковую остановку. Вот здесь вот, на Скуратова. И для того, чтобы остановиться, надо съехать на боковой путь, поскольку по направлению в Москву только там есть платформа. И значит, зима, метель метет, едем, начинаем оттормаживаться, а тормозишек-то практически и нет. Дело в том, что на больших скоростях между диском и колодками запивается снег. При торможениях он растаивает, потом, когда мы отправляемся и едем дальше, он превращается опять в лед. И во время следующего торможения уже коэффициент скольжения почти ноль. Лед об лед. И очень экстремально было сюда пребывать, останавливаться. А вообще, сама станция раньше имела большое значение для грузовой работы. Дело в том, что до нее ездили машинисты с помощниками, и здесь происходила смена локомотивных бригад. То есть москвичи прибывали, а, вру, тулики прибывали до Скуратова, а уже от Скуратова орловские бригады ехали дальше на Орел. Собственно, о чем я и говорил. Вот это вот путь первый. Он идет из Москвы на Орел, на Белгород. Вот этот путь второй. Он идет на Москву. Однако, у него платформы нет. А платформа вот здесь, на четвертом пути. И на него очень экстремальные были съезды. Ах да, еще отдельная головная боль зимой это обледенение контактного провода. Дело в том, что если по главным путям поезда носятся постоянно туда-сюда, и лед не успевает оседать на проводе, то здесь, на четвертом пути, на котором мы заезжаем, изредка электрички и вот, ласточки, контактный провод при определенных стечениях обстоятельств может покрыться толстой коркой льда. И вот тогда отправиться становится очень такой завиральной задачей. Ласточка, машина, очень такая капризная к напряжению в контактной сети, а тут он начинает очень сильно скакать. И в итоге происходит уход некоторых компонентов в ошибку. Ну и в целом, не самое приятное поведение электропоезда. Ну ничего, как-то ездили. И ездят ребята, и будут ездить. Такова жизнь. И вот здесь какие есть у нас таблички. Станция носит имя Скуратова Алексея Ивановича, полярного мореплавателя 18 века, открывателя Северного морского пути, участника Великой Северной экспедиции 1736-1740 годов, уроженца Чернского края. У мужика занесло. Также были проездом Тургенев и Лев Николаевич Толстой. Но это еще не все. Ладно, расписание. Да, с расписанием, конечно, печаль. Есть еще одна неожиданная табличка Марине Цветаевой, которая в июле 1908 года посетила Чернский уезд Тульской губернии. Вот так вот, внезапно. А мы пойдем на паровоз посмотрим. Все-таки по большей части ради него сюда мы и приехали, не так ли? А вот и он. Ну, собственно, лебедянка с теплушкой двухосной. Мимимишный тупичок. Все. Прикольно здесь сделано привокзальная площадь. Очень зелено, очень аккуратно. И вот у нас бюст Алексею Скуратову, первооткрывателю Северного морского пути. Подозрительно похож на Петра Первого. А еще, помимо красивой березы и, опять же, ивы, здесь есть интересное здание. Вы посмотрите, какая древнющая изба. Офигеть! Какие окна, какие наличники. Все сдержано, все серьезно. Крылечко и дверь. Так. Ух ты! Ух ты! Такса! 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 Класс! Прикольно! Так, ладно. В общем, в этом доме с 1865 по 1870 находился железнодорожный вокзал. Впоследствии комнаты кондукторского резерва линейное отделение милиции. В годы Великой Отечественной войны с 1841 по 1845 здесь была столовая для детей. Прикольно! Неожиданная находка, я не знал. В общем, ребят, через эту дырку я кое-как забрался. Мы попадаем в такую прихожую со шкафчиком хабар и пойдем посмотрим. Здесь не так много, как хотелось бы. Самый остросюжетный это вот такой вот пол. Непонятно, когда он уйдет из-под ног. Порадовала печка. Правда, она полуразобрана, неизвестная. Может, тут какой-то клад искали, скрытый от немецких фашистских захватчиков. Не, клада нет. Пойдем в соседний. В соседнюю комнатку. Тут уже штукатурочка обвалилась. Да, к сожалению, дому хана. Посмотрите, какая трещина идет. И тут погребок. А рядом с погребком коробочка для валентинок. Так, ладно, идем дальше. Обои симпатичные. Хипстерские. Так, что у нас тут дальше? Здесь у нас еще одна комнатка. Опять погребок. Но они здесь не глубокие. Чуть, что убиться-то тяжело будет. Еще одна комнатка. Ага, белый, синий, красный. Это, наверное, последствия выборов. Последствия выборов 2001 года. Почему 2001? Чайничек электрический. А я вам сейчас покажу. Печка разрушенная. Нет, точно клад искали. Нафига такую печь ломать было? А 2001? Опа, вот почему. 2001 год. Выбор губернатора Тульской области. На это предлагаю закончить. И поехали дальше, пока не стемнело. Тульской области. Вот это да! Вот кого мы застали. Супер! Друзья, долго ли, коротко ли, вот мы на станции Горбачева. Станция примечательна тем, что начинается от нее интересное ответвление. Но об этом как-нибудь в другой раз. я же, работая машинистом, запомнил ее благодаря одному памятнику, к которому мы сейчас идем. Вообще, вы посмотрите, какая массивная штуковина на платформе. Гаубица, что ли, какая? Напишите в комментариях, кто разбирается. А вот это уже обычная пушка. Тоже на платформе. Вот такой вот сцеп. Написано, что Горбачева это населенный пункт воинской доблести. А здесь, друзья, братская могила. 21 век. Друзья, кому интересно, можно стрельнуть в QR-код. Друзья, я сразу эту табличку не приметил, но она очень интересная. Мы же привыкли, что все это каким-то временам стародавним, замшелам. А здесь, вон, 2002 год. Зашел здание вокзала, тут неожиданно целый зимний сад. Вообще красота. Можно сказать, традиции, когда вокзал это центр цивилизации и притяжения, они снова в силе. Все сделано в сталинском ампире. Лепнина на потолке и кафель. К сожалению, пригородных поездов сейчас проходит всего три пары. Ну, на сентябрь 2021-го. Если здесь зависнуть и задержаться, слушайте, посмотрите, какая красота. Вообще не грешно дело. Нам повезло, друзья. Субтитры Да-да, друзья, мы с вами доехали до станции Плавск Станция примечательна большим обилием кривых участков пути Из-за этого скорость по ней очень маленькая, но виды очень красивые Дело в том, что сам населенный пункт расположен на каких-то таких холмогорах Знаете, чем-то вот юг России напоминает вот этими подъемами, спусками, уклонами Прикольно и красиво Как видите, заборчик здесь очень аккуратный, но здесь прикольный не только заборчик Мы это пойдем посмотрим далее Очень-очень красиво все облагорожено Вот Курский ход, он такой весь аккуратный, чистый, вылизанный Но что-то опять капитаны здесь погибают при задержании опасного преступника Станция прожила капитальный ремонт Отделывали фасады, ремонтировали здания И к чести проектировщиков и строителей Внешний вид они сохранили максимально аутентичный Гуляя по практически новой станции Мы можем наслаждаться архитектурой еще тех лет А помимо кривых участков пути Станция запомнилась установленным на ней тепловозиком ТГК-2 И цистерной старосоветской Ну-ка, что здесь пишут? Кому интересно, ставьте на паузу Отдельного интереса заслуживает цистерна Старая, двухосная И посмотрите, она полностью комплектная Все трубопроводы, все есть Вон там воздухораспределитель внизу торчит Даже тормозную магистраль объединили Тепловоз тоже отремонтированный И выглядит очень хорошо и свежо А еще здесь расположена водонапорная башня Старая, старая Вверху деревянную ее часть никто не ремонтировал Полностью в оригинале Посмотрите, какое внимание к мелочам Вот этот фонарь Вот этот фонарик как сочетается А вот и паровозная колонка И вид на южную горловину станции Я был бы не я, если бы не залез на тепловоз Да, ребята Восстановлено все Все в сохране Краны машиниста Все приборы, все тумблера Даже ЭПК на месте Электропневматический клапан Это устройство безопасности Он видим Ну-ка Он можно видеть локомотивный светофор Радиостанции На месте все Ребята, посмотрите с другой стороны Сохран просто супер Даже кресло осталось И вид от первого лица Реконструкция прошла в 2018 году Посмотрите, насколько аккуратно это все сделано А вот такой вид со стороны путей Согласитесь, красиво Там дальше А пойдем посмотрим Наш вездесущий Лев Николаевич А раньше станция Плавск Называлась Паточная И сохранилось Историческое здание Для багажа Когда место Плавска была Паточная Дорога еще была Московско-Курско-Донбасская Ну и как водится На Московско-Курском направлении У каждой красивой станции Есть красивый сквер А здесь даже Арка На которой растет хмель Ну а мы поехали дальше Дурдом В общем, ребят Мы в Щекино Но прежде чем осматривать Станционные достопримечательности Пойдем сначала В самую Перть На пути отстоя Отстаивается здесь Интересная техника Поближе хочется посмотреть Один вагончик Сейчас подойдем Вот такие вагоны Один длинный конвейер А там Ритцовский Вагончик стоит Спальный вагон Габарита Ритц Если уж совсем по-правильному Погнали посмотрим Много раз проезжая мимо Я обращал внимание на эти вагоны И на эту станцию в целом Я вообще очень рад, что за эту поездку Посещаю много мест Которую уже видел Хотел посетить Но вот как-то не доходило Зато сейчас можно Вот это круто Вот он красавец Вы посмотрите Настоящий Шлафтваген Габарита Ритц Европейского габарита Гомель что ли Построен господа В 73 году Вот тоже кажется Платформа Платформа мелкая Низкая Вот смотрите Вот я стою рядом с платформой А Эй Попол А у меня 183 роста Делайте выводы Вагон наверное закрыт Посмотрим что у нас с полевым Рельса несколько ровная Сколько что-то этих транспортеров то стоит Ё-моё Так последнее освидетельствование 16-й год Будет глупо Не попробовать Не посмотреть Пахнет говном Он открыт Он открыт Есть кто Тук-тук Здесь походу никого нет Здрасте Меня Максим зовут Я машинистом работал Здесь много проезжал И захотел посмотреть что здесь стоит Это у вас ПМС Нет А что это Отстой Ну это Грант строя Вагоны А Вот эти транспортеры Да А Понятно Там завод Это которое Ответвление идет От станции Куда-то в ту сторону По-моему Да Там завод Технологии Ага А чем он занимается Ну вот ремонтом А то есть это по сути вагоны на ремонт Сюда пригоняют Машины пригоняют дальше туда Понятно А у вас здесь такой вагон переоборудованный Типа Ну как вот остался списанный Ёлки-палкино Ага Вагон у вас козырный Европейский Оригинальные купешки остались еще А как остались А можно глянуть Ой спасибо большое Смотри Смотри Ну это такое Типа проводника Ну он весь переоборудованный Уже тут оригинального Наверное ничего не осталось Здесь это раньше И по три полки Понимаешь Ага Да-да-да-да-да Сейчас нет Я так-то еще чуть сделал Это так Ага Уютно Здорово Еще на стенах Вот этот материал Такой приятный Коричневый Немецкий Здорово Лампа Ага Ой полочка еще такая Ну-ка-ну-ка Полочка фетиш Кожаным ремешком Защелкивается Нитки Отпад Раритетище Ну как-то так Да Спасибо большое Что показали Все До свидания Пойду дальше Вот так вот ребят Побывали мы с вами В Рице Пойдем теперь на станцию Да Парни Пока не забыл Ясную поляну И Тулу Мы с вами сегодня пропустим Это знаете ли Не те станции На которые Заехать и уехать Там надо будет Побродить подольше И побольше Да и Тула Город который Помимо станции Имеет очень много Интересных вещей Так что Мы туда обязательно Съездим Но не сейчас Сейчас посмотрим Щекино А потом поедем На станцию Ясногорск И она на сегодня У нас будет Заключительной Вот идем Объявляют Нечетный поезд Казначеевки И я вспоминаю Чем эта станция была Такая жопоразрывающая Дело в том Что на выходе Со станции На выходе Со станции Есть два пешеходных Перехода Обычные переходы Но пешеходы На них необычные Просто кладут Болт в наглую На поезд Ну и результат Получается много Трупов А вот и ласта идет Внимание Поезд Нечетный И в казначеевке А вот так выглядит Здание вокзала Станции Щекино Интересно тем Что оно Асимметричное У него Только одно крыло Было ли когда-то Второе Пишите в комментариях Как водится Станция приведена В порядок Все аккуратно Все покрашено А мы с вами Идем к одной Из причин По которой Мы сюда приехали Кубовая 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 Не часто Можно увидеть Памятник 23-му ТГМу Но здесь Именно он Дело в том Что В Щекино Расположен Комбинат Азотный Комбинат И на этом Заводе Когда-то Работал Этот тепловоз Ну и Как можно Предположить Эти цистерны Кому надо Жмем на паузу Читаем Тепловоз Не выглядит Каким-то Потрепанным Или убитым Открывали Забрасывающий клапан Бункер Песочницы Вроде был Пойдем дальше Морду Естественно Раскрошили Ни буферных Ни прожектора Не осталось Кто-то позаботился Даже что-то Видно Сейчас Подсветим Ага Краны Контроллер Пока Остался Прикольно Жалко Сюда Залезть Никак Нельзя Вот Ободочек Валяется Да У кого-то Руки Явно Не для Скуки Засранцы А вот И про цистерны Можно Почитать Даже Какая-то Шильда Осталась Такие Две Штучки И поставили Вот Такая Композиция Ну и Как водится Всякие Красивые Заколочки Уголочки Тут Вон Вообще С креативом Подошли Там Можно Посидеть Как и делают Да Очень уютно Ух ты Там Пацаны На тепловоз Залезли Вообще Сколько Не проезжал Замечал Что Станция Является Здесь Какой-то Точкой Притяжения Среди Молодежи Но Оно Может И не так И плохо По крайней Мере Из них Под колеса Никто Никогда Не бросался И камнями Никто Не обкидывал Не опять Основа А за Ожидание Здесь Поскромнее Хотя Ну-ка Что там У нас В застекольяшках Ребят Тут Походу Станция Настолько Центр Притяжения Что Здесь Свадьбы Играют Даже Задорожные Фанаты Оценят По достоинству Цветочки Клумбочки Лавочка О да Лев Николаевич Но справедливость Ради Туда ясной Поляной Рукой Подать Так что Обилие Льва Николаевича Не должно Настораживать Щукино Тоже После Реставрации Он Даже Колокол А еще На станции Установлен Двухостный Пассажирский Вагон Еще Совсем Древние Постройки Давайте Почитаем Что-то Написано Круто Смотрите Смотрите Очень Настораживай Настораживай Отъезд И покидаем Станцию Щукино Вместе с последними лучами солнца Музыка а вот и конечная точка нашего маршрута станция ясногорска уже приехали сюда потемну но ничего страшного если надо будет что-то посмотреть в темноте навстречу придет мой кореш фонарь до станцию тоже обновили тоже сохранили исходную стилистику здания тоже колокольчик повесили там служебное помещение кулер с водой часы с приятным молочным светом и опять какие-то таблички что тут у нас реконструкция станции ясногорск 2014 год это все круто то есть я хотел сказать это все круто мы хотим посмотреть кое-что поинтереснее не так ли вот опять аккуратные заборчики таком деревенском стиле очень здорово смотрятся и решеточки ребят обратите внимание на эти решетки вот это я понимаю заборчик на станции обычно какая-то бетонная непонятная угрюмая серость а здесь вот мы подходим к исторической части станции макет какого-то паровоза так это выглядит очередная вариация на тему как мог выглядеть паровоз черепановых узловая примечательно . топ очка называется нет нет флюгар очкам какая красивая смотрите двуглавый орел символично самое интересное что привлекло это вот такой вот шахтный электровоз причем я как понял это не макет это реально настоящий электровоз с вагонеткой а у вагонетки камни мох красивый такая сцепка интересная ребят обратите внимание мини са 3 первый раз такую вижу да у электровоза такая же посмотрите как здорово вот она сцеплена интересно расцепляется она как так да как то вот так ага вон он там движение фонаря отогнули защиту или она так и задумано напишите в комментариях кто знает но вход в кабину к сожалению заварен но когда все как мы любим у даже что то есть контроллер класс ребята супер вот это да классно у нас впереди крюк и буфер а что же у нас пишут про него электровоз контактный рудничный 14 кр 2 а а какая тут колеета ну-ка какая красота осенним вечером фонарь лавочки листья лежат опять же архитектурные формы опять какое-то сердечко не удивлюсь если здесь свадьбы играют я ну-ка воспользуемся помощью о да определенно да 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 какая-то нёх с замками и мостик это точно для свадебного фотосета собственно видим здесь и символ друзья здесь мы с вами закончим но это был не конец как только я хотел отъехать машина сказала и мне пришлось остаться в ясногорске тульской области на ночь не могу сказать что ночь прошла как-то некомфортно бус в этом вопросе решает а с утра вызвал эвакуатор и буквально через железную дорогу он меня перевез и я оказался здесь в этом автосервисе приговор прост сцепление на диске сцепления просто слезала шлицы все нет зацепления нет передач и хоть ты тресни но машина теперь недвижимость у меня появлялась недвижимость тульской области в общем запчасти я привез сейчас нам будут это все дело устанавливать и собирать а вы пойдемте пока посмотрим еще разочек повнимательнее на эту красивую станцию но тоже такое неприятное событие не обходится без плюсов например потемну мы с вами не рассмотрели много интересных деталей давайте восполнять вот например совсем незамеченными остались фрагменты рельсов причем очень старых рельсов вы посмотрите 19 век а это вообще демидовский они здесь представлены смотрите какая сталь класс практически как новый следы эксплуатации видны еще на станции есть музей истории станции лаптево ясногорск оказывается ясногорск раньше назывался лаптево однако к сожалению несмотря на то что сегодня воскресенье время час дня без копеек музей оказался закрыт ладно пойдем дальше днем электровоз можно рассмотреть получше увидеть что-то к приемник сделан из каких-то бутафорских труб ну ладно ему не работать а общее представление все равно дает еще на станции есть интересное помещение с говорящим названием ледник дорога к нему явно не протоптано но его сохранили такая палубка интересная тоже в юный значит что это такое для чего это нужно раньше для перевозки скоропортившихся продуктов приходилось изгаляться намного более чем сейчас компрессорных установок еще не существовало поэтому использовали натуральный лед этот лед засыпался в специальные вагоны ледники куда клались эти скоропортящиеся продукты и на перевалочных станциях существовали вот такие вот ледники где тоже внутри был наложен лед за счет большой толщины земли сверху этот лед делал минусовую температуру практически не таял его надолго хватало туда складировали необходимые скоропортящиеся продукты и они долго сохраняли свою свежесть как видим здание сейчас не используется металлическая дверь закрыта интересное применение накладок с под рельс такого еще не видел а здесь в лаптево станции добавили уже сельский колорит гусак с колодцем и гнездо очень красивый да как всегда железная дорога притягивает молодежь да если тоже любите золотой листопад подписывайтесь идешь себе такой идешь в лаптево будешься листьями а тут и его и каменные инсталляции отдельно обособлена от всемирской суеты стоит себе ротонда которую притаилась скульптура екатерины второй стоит она тут величаво держит державу нашу да лапте посмотрите как красиво а табличку немножко развандалили якобы екатерина первая пойдем ждать окончания ремонта все ребят мы закончили этот человек нас спас все мы поехали домой всем спасибо за просмотр всем пока пока подписывайтесь мы теперь на ходу дальше будет еще интереснее всем удачи друзья спасибо за просмотр всем пока